Приветствую зрителей 9 канала, в эфире актуальное интервью и снова в нашей студии Наталья Родина, психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии Технологических Наук Украины, руководитель Центра Развития Личности. Наталья Владимировна, доброго дня. Здравствуйте. Время отпусков, но многие телезрители думали, когда же произойдет встреча летом и будет ли она с вами. Чьи-то мечты уже начинают потихоньку сбываться, но и кроме этого эфира, который уже наступил, чего еще ждать в Днепрянам? Мы будем работать на следующей неделе. У нас очень такая широкая программа, работаем. Работаем сейчас и еще у нас есть работа, где нужно провести и начальный, и базовый уровень подготовки. Он будет один этот раз. Если раньше мы проводили три, то теперь один, потому что очень много еще других задач и других направлений. Будут курсы еще второй ступени, будут курсы по управлению сознанием, будут курсы раскрытия и активизации интуиции. А также будут курсы, которых ждут не только женщины, но и мужчины. Они называются «Женское счастье», а не о том, как правильно построить свою семью, как правильно встретить человека, который будет по судьбе, который будет понимать и разделять жизненный процесс своей второй половинки. В это воскресенье, 25 июня, в 11 часов в торговом комплексе «Новый металлург» на третьем этаже в конференц-зале пройдет Ваш открытый семинар, насколько я знаю, «Вход свободный». Тема развития и контроль возможностей сознания. Насколько я понимаю, ключевое слово «сознание» так или нет? Да, именно так. В принципе, все то, что мы видим с Вами, да и мы сами с Вами, мы являемся сознанием. Есть разные уровни сознания. Этот аспект в человеческом внутреннем организме, в состоянии мышления мы и развиваем. Развиваем уровень сверхсознательного уровня мышления. А это открывает возможность жить новой жизнью, управлять собой, управлять своим процессом реальности. Ум, логическое мышление, интеллект — это всё составляющие сознания или, может быть, у меня поправите? Это не составляющие сознания, а взращиваемые в сознании. Ум, он даётся человеку на одну проживаемую им жизнь. Но он как механизм считывает сознание, обрабатывает сознание, воспроизводит сознание. Именно в биологическом теле человека. Когда человек переходит на новый уровень своего развития и развивает в себе свой сверхуровень, сверхспособности, а ведь в каждом человеке сокрыты огромные возможности, тогда уже ум уходит на второй уровень жизни. И тогда уже начинает управлять человеческой жизнью его высшее начало. Именно то, что даёт возможности человеку проявиться во всех своих сверхспособностях. Да, это огромные масштабы жизненные, это счастье, это то, к чему стремятся все люди на Земле. Просто есть те, которые это осознают, а есть те, которые пока ещё этого не понимают. Сознание — это уровень, когда его можно контролировать, когда его можно развивать. Начнём с развития. С чего начинается Родина? Ну, Родина всегда начинается с Родины. Наверное, все люди любят свою Родину, место, где они были созданы, где они пришли в этот мир. Родина, друзья мои, сознание — это тот высочайший, величайший аспект вашего бытия, вашего внутреннего состояния, который вам нужно развивать. И когда вы развиваете уровень сознания, вы раскрываете в себе тот потенциал, который веками был спрятан внутри вашего сверхсознательного уровня мышления. Для того, чтобы научиться управлять сознанием, нужно в первую очередь научиться управлять своими мыслями, ну и, конечно же, эмоциями. Если вам это удаётся, вы уже достигли очень высоких вершин. Если человек всё-таки не может справиться со своими мыслями и эмоциями, он находится на низкочастотном уровне сознания. Сознание — это вибрационная энергоинформационная структура, из которой всё состоит. И она сама состоит из волновых вибраций, из точечных вибраций, которые считывает мозг, функции головного мозга. За счёт уровня развития интеллекта идёт обрабатывание информации на том или другом уровне. Сознание владеет всеми уровнями частот. Низкочастотные вибрации — грубые мысли, мысли агрессии, излости, ненависти, высокочастотные вибрации, мысли о совершенстве, о любви, мысли о внутренней чистоте, мысли о счастье. Это высокая вибрация духовного уровня сознания. Когда человек находится своими мыслями, жизненным потенциалом, жизнью, сам становится смыслом этого всего, он взаимодействует с высокочастотным сознанием, что и создаёт ему процесс реальности, созидания, процветания, успеха, удачи и радости в жизни. Давайте поговорим о контроле. Если сознание развито, то зачем его контролировать? Оно развито у тех людей, которые занимаются развитием сознания. У людей, которые не занимаются своим развитием и своим эволюционным этапом, оно у них не развито. Они находятся своим умом в так называемом коллективном бессознательном. Слышали вы когда-то об этом? Так вот, в данный момент, в принципе, наверное, 90% людей находятся под влиянием и воздействием коллективного бессознательного. Это грубые мысли, неправильные мысли, иллюзорные представления о жизни, о мире, которые созданы огромным количеством людей. И к этому уровню сознания, коллективного бессознательного, подключён мозг каждого человека. Когда он находится в подавленном состоянии, а он всегда будет в подавленном состоянии, он в темнице, он в заперти находится, он не может прорваться до уровня более высших вибраций, высшего мышления, высшего уровня разума, тогда, конечно же, жизнь таких людей превращается в адское состояние здесь, на Земле. Когда человеку всё-таки удалось вырваться с коллективного бессознательного, он становится свободным, счастливым, он сам управляет своей реальностью. Я думаю, что многие люди понимают, о чём я сейчас говорю, потому что созданы определённые службы, структуры, которые стараются управлять коллективным бессознательным огромного количества людей. Давайте поговорим о подводных камнях. Если человек научился контролировать собственное сознание, то так или иначе, рано или поздно у него появляется желание или хотя бы соблазн контролировать чужое сознание. И вот как обезопасить себя от такого постороннего влияния? Да, вы очень правильно говорите. И люди, которые узнали секрет и механизмы по управлению сознанием, они хотят управлять другими людьми. Да, есть такая опасность. Поэтому моя работа — это тщательный отбор, подбор людей. И для того, чтобы вести людей дальше, я каждый раз провожу собеседование для того, чтобы определить, насколько этот человек духовно вырос или же насколько он ещё остаётся в таком низменном состоянии низких вибраций своей Души. Конечно же, давать людям механизмы по управлению собой и управлению миром, да, так можно сказать, друзья мои. Конечно же, нужно нести ответственность за то, что ты делаешь. Поэтому каждый раз я, присматриваясь к людям, смотрю, насколько они готовы к этой работе или же насколько они не готовы. Самое главное, друзья мои, чтобы вы в этой работе не становились фанатами. Вот самое главное. А это говорит о вашей осознанности. Когда вы осознаёте, что вы делаете, зачем вы это делаете, что это вам приносит, какие вы видите плоды своей жизни благодаря этому обучению и не становитесь фанатами, тогда вы живёте правильную жизнь. Фанатизм нигде не преуспевает. Он всегда человека подавляет и вводит в состояние страха. И оставляет за гранью реальности. И оставляет за гранью реальности. Зачастую. Ну, насколько я понимаю, вот из последних нескольких слов вами сказанных, что человеку полезно самосознание и контроль самосознания, постоянное. Так это или нет? Да, да, конечно же. Наша работа — это в первую очередь работа по управлению собой. Когда ты можешь управлять собой, ты можешь управлять своей жизнью, ты можешь управлять своим состоянием здоровья. Да, это дорогого стоит. Я не говорю, что это просто, но я знаю точно, что это возможно. Есть механизмы, структурные механизмы, которые помогают человеку достичь этого уровня самообладания. Это уровень, когда человек получает этот уровень, он достигает огромных вершин своей жизни. То есть он уже полностью управляет своим процессом реальности. Но все хотят этого. Все хотят счастья. Все хотят быть здоровыми. Все хотят настоящей любви. Ну, все хотят люди. И когда они видят, что они могут достичь этого за счёт этой работы, они уходят счастливыми. Вот только сегодня я закончила двоечку. Уже вторым уровнем двоечка. Называют её двоечка с плюсом. То есть двоечка плюс ещё одна программа развития. Люди ушли, конечно же, настолько осознанные. Одна женщина сегодня встала и говорит, вот вы знаете, я этого момента, вот этого момента ждала всю свою жизнь. И вот только сейчас я этого достигла. Я не могу вам всё рассказывать, чего она достигла, но это была вершина в её жизни. И она это осознала. Давайте вкратце хотя бы поговорим о негативных внушениях со стороны. Как это происходит на практике? Да очень просто, друзья мои. Вот даже когда вам позвонила соседка или знакомая и начинает рассказывать о своих проблемах, в которых она таки сама и виновата, потому что она их создала, раз она их получила. И этому есть объяснение. Вы подключаетесь к этому разговору. Вы внутри себя воспроизводите этот разговор. А значит, вы внутри воспроизводите процесс уже своей будущей реальности. И это говорит о том, что человек даже может заболеть, и зачастую так и бывает, тем заболеванием, о котором он слушает. Почему врачи, как правило, болеют теми болезнями, от которых лечат других своих пациентов? Друзья мои, когда мы слышим о чём-то, участвуем в чём-то, мы участвуем в этом энергетическом процессе творения. А значит, это может быть спроекцировано на нашу жизнь. И если мы неустойчивы и духовно неграмотные, неразвитые, конечно же, мы попадаем под влияние этих низкочастотных вибраций, болезней, трудностей, проблем. И тогда это появляется в нашей жизни. Зачастую так и происходит. Многие люди по полтора часа на телефоне, рассказывая о своих проблемах, вместо того, чтобы сесть и подумать, а почему со мной такое происходит? Может быть, я в жизни делаю что-то не то или вообще не то делаю? Люди не думают об этом. Понимаете, проблема людей состоит в том, что человек всегда ищет виноватого. Это бесполезный бег по кругу. Друзья мои, не ищите виноватых. Если с вами это происходит, причина в вас, не во мне, не в соседях, не ещё в ком-то, кого вы можете обвинить. Нет, в вас. Вы непосредственно обязаны управлять своей жизнью. Вам надо уже, извините меня, научиться этим управлять. Вы уже прожили большую половину эволюции, человечество уже прошло, а уровень Духа и развития сознания на очень низком уровне. Люди летают в космос, а уровень сознания не развивают. То есть происходит деградация сознания и деградация общества. Поспешайте развивать себя, учитесь, читайте книги, работайте над собой, над своими мыслями. Помните, что всё находится, как рай, так и ад внутри каждого из вас. Предлагаю о духовном развитии как раз и поговорить. Вы затронули эту тематику. Душа должна трудиться. Каждый по-разному это понимает. Как правильно понимать? Ну что значит душа должна трудиться? В первую очередь надо понимать, что ж такое эта душа. Сложно. Сложно. И, конечно же, многим уровням, с низким уровнем сознания это и непонятно. Друзья мои, душа ваша — это то Высшее Я, это те Вы, это та ваша бессмертная истинная природа, которой вы являетесь. Вы являетесь не телом, вы — душа, которая пришла сюда, в это биологическое тело для своего развития. Развитие её заключается в том, чтобы она, имея знание обо всём, как Творец, как Создатель, высший уровень имеет ваша душа, смогла развить это и применить это на опыте. Вот смысл и предназначение каждого человека. Это задача для каждого живущего на планете. Иначе душа теряет смысл пребывания здесь, в этом теле. Ведь ей в этом теле, и на этом третьем уровне измерения, приходится себя во многом ограничивать. И здесь над ней берёт вверх ум человеческий. А если он ещё не развит, этот ум? А если в нём только грубые мысли и низкочастотные вибрации? Какой же этот ум? То есть ум зачастую держит свою душу в темнице. И душа не может пережить на опыте тот величайший опыт, который она хотела бы пережить. Именно с этой целью она и пришла. Друзья мои, многие не знают, что такое духовное развитие. Они это всегда соизмеряют с какими-то аспектами религиозности. Нет, мои хорошие. Религия — это орган управления. А развитие духа, способностей, энергии, потенциала, который вы имеете, каждый внутри себя, так это эволюция называется, а не какое-то зомбирование или же какие-то сектантские направления. Развитие духа вашего — это развитие энергии, развитие всего того Высшего, которым каждый из вас наделён. Не так много у нас времени. В воскресенье на ваш семинар придут абсолютно разные люди с разным багажом знаний, опытом, разным отношением к тому, что вы говорите. Всем ли полезно и всем ли нужно давать такие знания? Я всегда даю знания под запрос людей, которые приходят. Я вижу их мысли, вижу их уровень развития, вижу, насколько они начитанные, неначитанные, развитые или же только находятся на пути к развитию. И в зависимости от их запрос, от их вопроса, которые возникают в их сознании, я всегда даю семинар. Поэтому семинары все разные, никогда семинары не повторяются, а всё зависит от тех людей, кто пришёл. Ну а сказать, кому это надо, кому не надо? Друзья мои, ваша душа, тот аспект вас, вашего бытия, она сама вам подскажет, надо это вам или не надо, готовы вы к этой работе или ещё нужно подождать несколько жизней. Спасибо, что нашли время и оказались у нас в гостях. Но телезрителям напомню, что в воскресенье 25 июня в 11 часов в торговом комплексе «Новый металлург» на третьем этаже в конференц-зале пройдёт открытый семинар на тему развития и контроль возможностей сознания. У нас в гостях была Наталья Родина, психолог, парапсихолог, биоэнерготерапевт, член-корреспондент Академии технологических наук Украины, руководитель Центра развития личности. Берегите себя и до новых встреч!